приехали мы затариться в метро давно мы уже не приезжали сегодня на дворе у нас 13 13 июня все закрываем нет хватит и мы с собой еще взяли вот такие две сумки большие чтобы не тут не покупать эти пакеты потому что каждый раз покупать пакеты это какая-то запара а так сумочки цель у нас в общем взять муку мясо что там еще молока ну такие вот конкретно основательные вещи у нас закончился фарш который мы подготавливали в предыдущий раз достаточно долго нам хватило сейчас еще закупим и для фарша и просто мясо чтобы в течение нескольких месяцев можно было спокойно уже готовить сейчас как он нормальную телегу вазу это не очень подержи к вам вот это нормально так задачка задачка у нас здесь много всего есть но наша задача сейчас чего начнем он задача у нас нет так пошлите сниму эту маску которая на нервы действует пока там оля выбирает давайте вам покажу сколько шампуни стоят так хэрден шордан если 6 штук взять 208 рублей одна штука 400 рублей 400 миллилитров здесь из всех шампуни более-менее такое распространенное это именно вот этот шампунь вот прикольно кстати с ментолом шампунь бальзам ополаскиватель 6 штук 208 одна штука а это типа старая цена но действительно скидка да потому что стоил намного дороже ну шампуни у нас вроде как есть вот станки если кому интересно джилет мак 3 стоит 450 рублей одна штука с лезвием вот такой вот есть станок непонятны 567 рублей 157 рублей вот чистая линия этот мыло же да да то у нас мыло закончилось меня уже подбешивает в это обычное мыло которую в руках там держишь но две же есть но возьми еще одну штуку до не знаю почему меня но меня уже тема с обычным мылом мы лишь а потом не знаешь куда это было положить даже если ты положишь она потом все разваливается какое-то непонятно а вот в таких штуках максимально удобно чисто все пошлите до 156 рублей поехали дальше так в этой части нам ничего не надо вода 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 колодец сделайте не нужна вода никакая а просто ради интереса давай посмотрю сколько стоит может кто-то из европы там смотрит фантах 26 рублей одна штука стоит если 24 штуки брать короче вот такую упаковку берете а нет вот от одной штукой 29 рублей если 24 штуки 26 ну короче 30 рублей одна вот это вот баночка туфты вот но вообще эту ерунду не пьем это американская ребята параша которую не стоит вообще употреблять они вот эту всю фигню пьют потом говорят чуть такие толстые стали интересно смотрите конечно все это красиво да нет бутылочки очень круто вот выглядят но то что там внутри вот типа без сахара все дела но да тут вся фишка короче в бутылках посмотрите как они стильно делают эту бутылку да и то и другой чепуха мелан давай наждаем лимонад возьмем что-то его сюда переставили да так какой мы брали более-менее нормально это у нас черная головка буратино 34 рубля чё правда или это маленький может 76 был 100 рублей был вообще здесь литра здесь было 0 05 а маленькая тут что-то нереально так а вот 79 рублей три штуки какой возьмем мяночка лимонад или что это лимонный какой-то кисло будет это невкусно давай обычный как лимонад возьмем вот вот есть с груша дюшес вот дюшес по-любому вкусно или есть лимонад буратино вот какой взять дюшес возьмем дюшес возьмем дюшес возьмем так есть дюшес а есть луратино есть у нас булатина какое лучше отличие какой дюшес чуть-чуть с привкусом этого груши груши на Ну, а вот эту дюшесть мы брали в тот раз. Ну, вкусно, мне понравилось. Короче, стоит этот лимонад, если брать от трёх штук, а здесь в упаковке шесть, стоит 79 рублей. Это у нас наше российское производство. Из всего того говнеца, которое здесь есть, это минимум. Ну, или хотя бы не переплачиваем за доставку, за экспорт. Да нет, даже дело не в переплачивать. Я бы и переплатил, и это бы купил. Да что там переплачиваешь? Вон, смотри, 74 рубля, это 79 рублей. Это дороже. Да, но тут весь прикол в том, что это наш лимонад. И здесь реально, когда его пьёшь, ещё чуть-чуть есть остаток лимонадного вкуса, но он тоже потихоньку исчезает. Это уже вообще просто какая-то... Я не знаю, что это такое. А это вообще, вон, клопов травить. Реально, вот в Индии кока-колой ополивают, чтобы этот... От колорадского жука. Короче, людей за жуков считают. Так, пошлите дальше. Соки, я вообще молчу. Соки, одно название. Вот ещё квас можно, тут есть. Давайте. Хлебный квас, да. Из более-менее напитков, которые как-то ещё стоит пить, это квас. Но он тоже не совсем, конечно, суперский, но хотя бы. Есть вот такой вот белорусский рецепт, квас хлебный. Вот этот вкусный был, да? Да, вот этот вкусный был квас. Давайте посмотрим. Так, сколько он стоит? Какая-то горилла Калифорния. Что это такое вообще? Хлебный народный квас. Вот полтора литра, 42 рубля. Вот. А что за край, хлебный край? А, народный, это не то. Хлебный край, вот, 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 да, хлебный край, вот. 53 рубля. Нет, вот он. Да. Вот хлебный край. Ну, давай вот этот, наверное, возьмём. Может, сразу взять? А больше табачку давай. Упаковку, пусть будет, будем пить. Да, гости приедут, потому что тут. Да. Сразу уже не будем бегать. Или тут огромные упаковки? Ну, упаковка не маленькая, конечно, но... Ого! Может, пусть будет, чё? Вот, я бы с ним. Вот так. Поехали дальше. Так, мука, мука, мука. Муку будем брать вот эту. Так, рязаночка. Французская штучка. Так, сколько стоит рязаночка? Так, 5 килограмм, 189 рублей. Посмотрим, если есть большой, возможно, мешок. Если нет, то такие возьмём. Вон прям. Нет, давай вот, Оль. Сколько маквы там? Чстишь, 79 рублей? 10 килограмм. Вот, рязаночка. Нормально же? Её возьмём. А мне этот ещё больше понравился. Нордик, помню, фирма. Так бы ты же ещё её не сделала. А я уже посмотрела, и хлеб хорошо так поднялся. Нордик был вон там. Такая, а мне хлеб будет? Сейчас, давай тогда вот этой, наверное, возьмём. Держите, наверное. Держите, наверное, вон там. Держите, наверное, вон там, вон там, вон там, вон там, вон там, вон там. Вот ещё есть какая-то, да, для этого макарон. Нордик, Нордик, Нордик. Нордика такого нету. На, всё. Нордик, вот. Мука пшеничная, Нордик, вот. Пицца. Два килограмма. Вот мы это брали, вот. А, да, хорошо. Вот это? Да. Ну, давай возьмём. Не, ну за 300 рублей есть смысл. Пусть пачка одна будет, одна же есть. Или посмотрим, как будет хляб. Если вкусно, то ещё придём возьмём. Или одну возьмём, пусть будет. Давай закинем пусть ещё. А она же нам, нас спасла. Ну да, сегодня. Да, у нас мука закончилась, и Оля эту пачку как раз нашла. Давай этот ещё, ты хотела масло, Оль, взять. Давай сахар пока не забыли. Сахар? Отлично, взяли сахар. Да, сахар ещё мы хотели взять. Так. Сахар, сахар, сахар. Вот. Сахар есть такой вот, тростниковый. Стоит 6 штук, 146 рублей. Одна упаковка. Так, упаковка 1 килограмм. Есть такой вариант. Потом мы брали по 200 рублей. Что-то он дороже стал. Вот такой. Тростниковый, нерафинированный. И больше тут вариантов-то нету, да, другого сахара? Ну, тут какая-то непонятная штука. Есть услада, называется сахар белый экстра. Ну, это всё непонятная фигня какая-то. Я думаю, что одну упаковку вот так. Держи. Сейчас. Упаковочку вот возьмём. Раз, два, три, четыре, пять. Десять штучек. Так, и, наверное... Ну, ладно, только уже взяли, наверное, хватит. Дай, Мила. Держи. Возьми, да. Это там улетает, и ценник у неё такой, это, мощный. Ну, хорошая соль. 82. Ну, улетает она очень дистанция. Ну, ладно, давай сразу вон пачку. А вот, смотри, тут вот открыто было. Не, Оль, давай нормальную какую-нибудь соль. Ну, смотри, где это делают. Давай, ну, возьмём и пробовать. Да я думаю, что фигня. Там не очищают нифига её. Вот. Крупная йодированная морская соль. Вот эта? Нет, не крупная. Мелкая мне нужна. А где? Вот эта? Мелкая йодированная, да? Нет. Вот такая же, только мелкая. Что-то не вижу я здесь. Вот морская соль натуральная. Но она крупная, кстати. Нет, у нас такая же? Вот мелкая. Вот, Оль. А что вы не хотите вот такую взять? Вот смотри. Вот мелкая йодированная какая-то, вот. Хорошая, нормальная соль. А что вы не хотите вот эту? Вот мелкая. Вот мы покупали. Ну, это в упаковке, Милана. Вот такая стоит 63 рубля упаковка. Мы вот такой пользуемся. 4 live CSR 1 килограмм. Сколько? 82 рубля. Ну, давай возьми сразу несколько пачек. Я вот эту хочу попробовать. Да возьми, что я ее дам. Тут еще вот такая есть. Давай, может, еще. Одна пачка дома лежит такая. Да? Надо попробовать. Все? Все, пошли. А где наша? Вон тележка там. Так, давай берем дальше масло. Мне вот иногда жалко этот, когда мы жарим, подсолнечное масло. Нету и оливковое постоянно. 600 рублей стоило 349 рублей. Вот еще смотрюль. 700 рублей за 400. Хорошее масло, наверное, да? Смотри, какое. Ну, как оттуда его подогревать? Не фильтрованное, высшего качества. Оливковое. Оливковое. Ну, оно прям реально оливковое, наверное. Это перемешивать надо или что? Все, и слетает. Вот так вот, наверное, надо делать. Офигеть, первый раз такое масло вижу. Что, возьмем? Нефильтрованное. Да? Жарить на нем можно? Ну, я не знаю, что ты. Для чего? Мне для жарки нужно. Я вообще не за оливковым пришла. Ну, давай тогда выбери, какое для жарки. Вот здесь есть еще. Вот, смотри, Оль, такая есть штука. Называется Каста Орро Лекстра. Вот за 500 рублей. Да? Ну, давай в любом случае возьмем, чтобы дома было, да? Масло оливковое, нерафинированное, высшего качества. Сколько вот? Стоило 858, сейчас 500 рублей. Последняя бутылка, да. Это она же Лекстра Костадоро. Да. Давай ее возьмем тоже. Так, и побольше надо, да, какое-нибудь? Не, подсолнечное, не олег. Нет. Не надо вылетать. Это все легко. Да? Ну, смотри, тоже скидка нормальная. Подсолнечное, подсолнечное. Масло виноградное. Маш, виноградное возьмем? Не, на нем жарят. Сейчас я покажу, где есть тут мясо. Здесь есть очень дорогое, качественное мясо, называется. Говядина 200 дней зернового откорма. Стоит килограмм 2400 рублей. Ну, оно реально прикольное, вкусное мясо. Есть чуть попроще. Так, кило за штуку. Вот. Откорм. Можно будет такое, что-нибудь взять. Так, премиум охлаждение 1600 рублей килограмм. Так, толстый край, зачищенный премиум. Так, есть Мироторг за 899. Чакрол, говяжий. Че-нибудь, че-нибудь, чакрол. Так, здесь нашел еще тихий край, целый. Говядина охлажденная, 700 рублей. Так. Так, 3,5 кило, полчась. Так. Так, 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 так. Сейчас еще готовые кусочки возьму. Так, здесь стоит 339 рублей и 500 рублей. Так, в общем, Оля сама там что-то набирает. Я там набрал руки замерзлые там в мясном отделе. Сейчас мы лучше доедем до дома и покажем, что тут. Понабирали. Потому что ходить снимать не очень удобно. Люди ходят под ухом, что-то орут прям в упор в камеру. Как-то подзапаривает вся эта тема. Не очень. Так что лучше мы приедем домой и нормально покажем. Так, яйца 60 рублей, 59, 69, десяток идет. Примерно ценник в районе 60 рублей. 60, 65, 90. Вот большие, кстати, Авдом. Хорошие были яйца. Можно было такие еще взять. Что-то мне не очень они. А, они разломанные. Они, кстати, не очень хорошие. Я готовила, мне не понравилось. Там тонкая фурмутая, яйца такие какие-то жидкие. Ну, возможно, это вот кормит, наверное, фигней всякой, да? Ну, если честно, я была на фабрике, возле фабрики Авдом. И там такой запах стоит, что я просто... Ну, запах-то понятно, ложи. Я когда слышу Авдом, мне сразу это не очень хорошо становится. Так, все, поехали дальше. Нам нужно еще молока взять. А, может, сейчас пройдем, я на этики садим? Сейчас я здесь еще сыр возьму. Наш любимый вот такой сыр. Сулугуни. Стоит он 680 рублей килограмм. Здесь 700 грамм идет. Хороший сыр. Так, еще сметану взяли. Вот эта сметана прикольная. Сейчас покажу. Сейчас. Такую вот сметану в Алио стоит 95 рублей. Одна штука. Мы раньше брали вот домик в деревне стандартно. Если ничего нету, то мы домик в деревне берем. Он стоит 80, если 3 штуки, 77 рублей. А в последнее время начали брать вот такую сметану. Вот густая, сливочная. Вот реально классная сметана. Можно было, Оль, побольше взять. Стуки я взяла. А, взяла? Ладно. И еще тут есть вариант такой же. Блин, руки замерзают. Пипец. Я взяла из напитков вот эти 3 пачки. И мунель. Да, и мунель грузетель. В которых никакого толку нету. Толку нету, это мялочка. Просто банка с водой. Чисто вот так поприкалываться. Попить можно, но в этом ничего нету. И в мажетеле тоже. Ни черта. Но они вкусные. Вообще во всей этой еде нифига ничего нету. Во всей этой. В основном, да. В основном это одна большая обманка. Здесь вообще ничего нету. Что-то вообще ничего нету, а сам все берешь. Ну, а других вариантов нету. То, что мы можем дома сейчас делаем, где-то как-то добываем более-менее еду, которая еда. А это все наггетсы куриные с сыром. Ну, можно, конечно, есть, но... Вряд ли это здоровая пища. Все, пошли молока еще возьмем. По сырам вот вам покажу примерно. Вот ходовой сыр у нас здесь тоже такой стандартный. Вот, 600 рублей килограмм стоит. Ламбер. Из всего более-менее нормального вот этот билибеевский есть голландский сыр. Название. Один килограмм шестьсот пятьдесят восемь рублей. Это у нас местное производство. Мы постоянно этот сыр берем. И реально вкусный, нормальный сыр. Стоит того. Если от шести килограмм брать, то пятьсот девяносто рублей. Есть, конечно, всякие там фирменные сыры. Где они тут? Их переложили. Что-то вот с этой стороны. По тысяче триста есть какие-то вот. По две-три тысячи есть. Вот по три тысячи есть, например, вот. Свис Парм. Вот такие сыры. Ну, они вкусные мы брали. Реально вкусные сыры. Какой сыр или это? Не знаю, это копченый вкус. Это без копчености. Какой вообще? Ну, тебе какой нравится? Копченый? А я не пробую. Это обычный сыр. От пласписи? Да. Вот возьми этот. Я-то не могу найти этот. Три полоски разные. Угу. Вот молоко, которое мы берем. И как раз скидка, да? Да. Скидка шесть штук пятьдесят четыре. Шесть штук пятьдесят четыре рубля. Так. Вот сразу несколько пачек возьмем. Это у нас домик в деревне. Ну, пока из всего того, что есть, возьми, наверное, еще пачку, пусть это лежит. У нас дороже стоит, да? У нас даже восемьдесят девяносто даже. Нет, мы лучше коктейли еще взяли. Взяли еще Сибас. Вот килограмм шестьсот девятнадцать рублей стоит. Тысяча триста рублей шесть штучек. Вот. В духовке сделать. Да. Да.